я же как следователю всю правду рассказал как было хороший адвокат он никогда не будет записан в телефонной книжке у дознавателя либо следователя сколько стоит вообще развод сегодня в казахстане у нас семейный институт развален напрочь вы имеете право и шансы у вас я скажу так 99 9 процентов вы доходите до этой границы и не перешагиваете и а потом уже в суде не братья в эфире just of part меня зовут динара саджан и сегодня у нас в гостях в студии диана исабекова юрист адвокат с 10-летним стажем работы диан добрый день добрый день у меня к вам накопилось очень много вопросов к юристам да потому что очень часто я у себя в социальных сетях получаю разного рода комментарии в том числе и оскорбления вот мне интересно вот человек который пишет плохие слова человек который пишет оскорбление да обвиняет в том что ты там продажный блогер или еще что то вот какую ответственность несет этот человек я с этим сталкиваюсь почти каждый день я могу быть в акимате например да могу быть в суде кто-то чем-то недоволен и при этом оскорбляет во первых это конечно же наказуемо на сегодняшний день это конечно перевели в административный кодекс раньше это было в уголовном у нас оскорбление чести достоинства деловой репутации публично вот на сегодняшний день есть множество доказательств даже можно просто сделать скрин в телефоне это заверить нотариально и предоставить суду при хорошем адвокате юристе там опытным дам скажем так амбициозным можно доказать любую точку зрения и если действительно будут слова публично оскорбление которые действительно задели вашу честь и достоинство и умиление конечно если вы почувствовали себя унижены тем более оскорблены публично вы имеете право на это какие шансы есть потому что у меня недавно был случай которым я думаю многие знают меня публично оскорбили в stories но я успела добежать до нотариуса все официально заверить проконсультировалась вашими коллегами мне сразу сказали что шансы есть конечно я с ними полностью согласна динара вы имеете право и шансы у вас я скажу так 99 и 9 процентов никто не имеет права вас оскорблять а тем более публично вот я не стала этого делать потому что честно мне стало жалко человека плюс человек извинился ватсапе правда не публично надо было потребовать если публично были оскорблены лично попросить прощения чтобы у вас сколько срок давности вот я так сказать все это положила в тумбочку три года у вас есть срок рисковой давности ровно три года то есть я могу в любой момент течение трех лет подать да конечно почему заверили это нотариально конечно у вас есть шанс почему у нас люди не думают об ответственности но я думаю люди у нас вообще если честно делятся на несколько категорий категории могут быть разные я не могу сказать что человек не образованный неграмотный да и это не имею права говорить каждый человек думает в меру своего вот к скажем так я всегда ранее да и я еще говорю воспитанности я не трогаю образование возможно у людей разные ситуации бывают почему они не могут получить образование да и жизненные какие-то моменты я думаю это в пределах каждого человека воспитание вот именно зависит от этого я даже неоднократно сталкивалась в отношении даже себя не буду говорить там про другие какие-то моменты да ко мне вот например человек приходит если обращается я говорю на основании закона как есть сразу же на что вы имеете право рассчитывать и что вообще может получиться из этого да какая статья закона нас защищает от оскорбления от клеветы это административный кодекс есть уголовный кодекс на сегодняшний день рассматриваются и гражданском порядке гражданский кодекс также может рассматривать скажем так 951 это оскорбление личности честь и достоинства моральный вред ваше ущемление да например поэтому вы можете рассчитывать на любой их кодекс и административный и уголовный и гражданский вы также имеете право взыскать и моральный вред то есть сумму морального ущерба своему я могу сама определить да конечно это это может быть и 100 миллионов тенге это может быть до любая сумма миллиард может быть за зависим оставляйте меня это зависимо как вы себя оцениваете я всегда вот когда приходит человек например любой гражданин когда уже начинает переходить эту деловую черту дано скажем так астана оскорбление уже переходит я сразу говорю я не могу вам сказать то что вы хотите услышать а то что вы уже сейчас переходите на оскорбление да это уже есть закон если вы хотите со мной разговаривать на букве закона и на юридическом сленде пожалуйста ну да я бы с дианой лучше не конфликтовала потому что она юрист и она просто это сделает вот на практике у вас как часто вам приходилось защищать людей именно за оскорбление за клевету на практике было один раз потому что всегда мы говорим люди когда вот перепалку какую-то впадают вступают не многие задумываются что нужно записать вот я сейчас пойду сейчас запишу и буду с ней судиться или с ним да об этом никто не думает как-то входит в перепалку все разошлись друг друга оскорбили обматерили и ушли да а есть вот люди которые действительно не лезут только слушают например скажем как вы вы выслушали промолчали сделали то что нужно было от вас по закону все заверили да например скажем так так вот такой человек мне попался действительно это было нам удовлетворили наши исковые требования возместили еще выиграли конечно но смотрите то что перевели оскорбление и клевету в административный модерсовый кодекс то есть это не уголовное это не уголовно административный штраф не посадить да раньше давали исправительные работы вплоть до было если я не ошибаюсь до года лишения то есть есть ограничение есть лишение есть исправительные работы и штраф то есть до лишения было данная статья 131 у нас народ как думает зачем мне платить адвокату либо юристу такие деньги я сам все знаю или есть тысячи советников которые могут посоветовать магам брю айт или там соседка мне сказала подружка сказала это называется дезинформация ложная информация люди вот в основном впадает в эту ложную информацию думать мне за это ничего не будет если я и так скажу или так напишу мне это сказала и все и вот начинается вот это ну а затем человек на она очень сильно жалеет об этом конечно потому что законом никто не хочет связываться во первых во вторых незнание закона не освобождает от ответственности я всегда это всем хорошо почему в нашей культуре все равно это не так развита да то есть если там в америке тебя могут посадить там не знаю закрыть за то что ты там неправильно на человека посмотрел у нас люди прощают вот как моем случае да я так подумала подумала посоветовалась а потом думаю не буду скажем мстить человеку а я вам скажу знаете а у меня у меня в прошлом году была в америке и встретилась со знакомой которая не сказала что ее с привлекали неоднократно за оскорбление хотя она даже знаете это было ненамеренно она вот это говорила ненамеренно а просто вот как бы в ходе там какой-то разговора да она это сказала и человек является гражданином сша подал на нее иск и это выиграл выиграл рассматривали ну конечно не дошло делать когда мы к этому придем я думаю если мы будем как я увидела ваше интервью предыдущие с психологом вы сказали вообще у нас казахстане каждый человек как за рубежом должен иметь своего психолога и своего адвоката вот когда у нас общество будет к этому готова и прежде чем что-то делать он думать не только психологически но и юридически тогда я думаю мы пройдем вот даже в европе да скажем так люди не лезут на какие-то переговоры или на какую-то перепалку они прежде говорят так надо созвонить со своим адвокатом потом поехать на эту встречу да там даже фильмом голливуд когда задерживают они говорят мы ничего не комментируем мы ждем встречи с адвокатом у нас люди когда их задерживают они сразу же не думают о том чтобы себя защитить они почему-то думают что вот этот дознаватель либо снег следователь который допрашивает если он сейчас скажет всю правду он ему поможет нет даже все должны понимать что дознаватель следователь это не адвокат он не будет вас защищать он будет у него другая задача него другая задача он будет делать свою работу и тогда на первых так показаниях объяснительно когда пишут они пишут вот все все как надо а там приходит адвокат и молчок вот а тогда то уже в любом случае на суде первые показа первые показания читает вторые и третьи понятно что меня конечно уже идет разнятся они и понимает судья что вот адвокат преступил права и обязанности разъяснил уже человек по-другому говорит я всегда говорю у каждого человека есть единственное право которого может всегда пользоваться на молчание вы всегда можете сказать я ничего не буду говорить но у комикс да кстати это работает и журналистами конечно многие боятся идти на интервью потому что боятся каких-то вопросов а я всегда говорю у вас есть право сказать я не комментирую ягра почему вы так сказали но я не знаю я же следователь всю правду рассказал как было ну вот сейчас будем расплачиваться за правду то есть ваша рекомендация если вдруг вас задержали молчать конечно вы имеете право раз на интервью вы имеете право да на молчание во первых вы имеете право на адвоката в том числе на бесплатного в первую очередь вы имеете право на бесплатного адвоката когда человека задерживают первый вопрос вам должен задать следователь если вы уже являетесь свидетелем имеете право на защиту тогда вам должны сказать вам нужен адвокат мы можем вам предоставить бесплатного адвоката либо вы можете вызвать своего адвоката если вы находитесь состоянии того что вы не можете определиться с платным адвокатом до вызвать кого-то потому что мы понимаем что у любого гражданина в такой момент на психологическая паника начинается его не понимает не соображает что нужно сделать конечно же нужно сказать давайте мне бесплатного адвоката а потом уже переосмыслить и поняли заставляют закон вот следователи у нас дежурные есть адвокаты которые нам ножа несколько районов в астане да например скажем и вообще в казахстане и каждом районе есть адвокат бесплатный адвокат дежурный он может быть он может быть и индивидуальным например адвокатом бесплатно адвокаты не бывают заинтересованы до в том чтобы выиграть дело это вообще хороший вопрос динара потому что я считаю так хороший адвокат он никогда не будет записан в телефонной книжке у дознавателя либо следователя потому что они действуют исключительно своих интересах никто не будет предоставлять подсудимому хорошего адвоката скажем так любом случае это бесплатный адвокат он будет действовать в рамках закона формальность то есть вам предоставили бесплатно адвокат да да ну напиши вот так здесь подпиши разъяснить может быть права и обязанности это формально а если вы действительно вот этот гражданин который уже попал в такую ситуацию и не признает свои обвинения ни с чем не согласен не хочет доказать действительно свою точку зрения и вообще свою правду да в любом случае ему нужен хороший адвокат который будет действительно работать мы понимаем что любой адвокат который хочет например добиться с результата он не дешевый я думаю главное что мы услышали сегодня первое да что мы услышали что у каждого казахстанца должен быть свой адвокат но вот если у тебя нет такой необходимости да какие еще вопросы можно обсуждать со своим адвокатом мы развиваемся страна растет как говорится люди все как-то вперед идут я думаю в любом случае не нужно прям вот так вот как бы ежемесячно оплачивать для услуги адвоката там хотя бы в телефонной книжке для экстренной ситуации держать хороший контакт которому можно довериться в любой ситуации можно позвонить проконсультироваться и затем уже оплатить например гонорар то есть особо стоит гонорар адвоката хорошего ну во первых я скажу любой гонорар он устанавливается и от статьи от сложности отделом по гражданским делам по административным по уголовным по экономическим по хозяйственным делам разные могут быть дела разные статьи группа лиц или один человек до от этого и зависит ко мне недавно позвонил один мой друг и сказал мне что его шантажирует одна из его подписчиц которая говорит что из-за него она обратилась какую-то компанию которая потеряла деньги то есть я взяла встречный вопрос да то есть она хочет денег от тебя от коразы это не шантаж от блогера в этом клубе рада то есть а через который она говорит давай мне возвращай деньги иначе что она пошла в какую-то компанию которая разорилась и если ты мне не вернешься деньги которые я отдала в ту компанию ты же посоветовал да то есть но он не конкретно ей посоветовал в целом да говорил про эту компанию значит ты мне должен деньги шантаж выглядит другим образом если например она сказала что если вы мне не дадите деньги я сделаю вот так то это было да да было то есть я пойду там что-то там пойдет на ктк сказала а ну это ее право не но это шантаж ну конечно шантаж во первых во вторых это неуместный шантаж я скажу так чтобы он даже не внимания это не обращал потому что эта реклама с его стороны было во вторых он не обязывал никого в принудительном порядке идти и вкладываться в это сейчас это активно обсуждают социальных сетях потому что мы знаем компанию финансовую до которую рекламировали блогеры блогеры вайнеры и оказалось что это пирамида обычная до которой обещала там 20 процентов от дохода и сейчас обвиняют очень многие люди говорят что вот надо их судить блогеров вайнеров которые их рекламировали да но мое мнение это неуместно конечно каждый должен нести ответственность за то что рекламируешь но в целом я считаю что человек должен нести свою персональную ответственность если тебе предлагают какую-то сверхприбыль да то это уже подозрительное ты если несешь туда деньги то ты понимаешь что ты рискуешь да то есть ну и рискуешь и завтра тебе спросить несколько это как купить биткоин да 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 вот по закону как должно быть ну во первых смотрите за что привлекать блогеров я просто не могу понять здесь нет никакой статьи во-первых во вторых человек вы не обязываете например да скажем так любые блогеры они не обязывают вот например сказать так иванов сидоров козлов вы все идете в принудительном порядке и вносите деньги в эту финансовую компанию но они же не будут говорить пирамиду финансовую компанию потом когда-нибудь может быть вы получите свои 20 процентов это никто не делает в принудительном порядке и никто никого не обязывает вообще я считаю человек ну вообще по жизни что человек который хочет быть обманутым он верит вот этим вот всяким рекламам как-то почему-то поддается этому и строго инструкциям действует то есть выслушал эту рекламу сразу же пошел и внес эти деньги и это не первая финансовая пирамида и не последний не последних очень много если у нас это поняла в казахстане вообще бум постоянно идет у нас вообще астана скажу так не буду говорить про казахстан потому что я коренная цель наградская девочка в астане выросла в нур-султане сейчас живу как говорится да я скажу так это очень модно вот это вот финансовая пирамида мошеннические какие-то действия неисполнение договорных обязательств это сейчас прямо скажем так еще есть микро кредитные организации это слабые законы или слабая судебная система по не то что слабая судебная система или слабый закон я не скажу так что у наш правоохранительные органы бездействуют я не скажу что у нас слабая и судебная система у нас просто народ я вот всегда говорю это все зависит от нашего народа люди слышат информацию какую-то и прямо хотят внести свои деньги. Ну, честно говоря, я скажу насчет себя, не буду говорить насчет других. Мое личное мнение, даже заплатить 100 тысяч в тенге кому-то, чтобы, да, передателе, я перепроверю эту информацию несколько раз. Не то, что я буду перепроверять, спрашивать у кого-то там, да, например, у своей подруги или у своей тети, дяди, да, спросить. Я основательно открываю Google, например, сначала там мониторю, потом... То есть вы ищете источник информации. Правильно. Во-вторых, читаю закон или спрошу у своих коллег, юристов, адвокатов, например, да, если я что-то, например, не вникаю или что-то не понимаю, или мне что-то вот интересно, что-то уточнить нужно. Мне кажется, что наши люди как будто бы хотят верить. Вот, я говорю, люди это ведомые, во-первых, во-вторых, они человек, которые... Нам хочется верить, что ты можешь принести тысячу тенге, и у тебя через месяц 100 тысяч. И при этом ничего не делать, да? Диана, я бы хотела с вами поговорить и о кибербезопасности, потому что в последнее время, ну, в принципе, это было всегда, я часто слышу, что взломали Инстаграм, требуют деньги, и вот в таких случаях что вы посоветуете? Стоит ли вообще идти в полицию и писать заявление? Только на кого? Ну, во-первых, да, это очень сложно немножко. Если у вас хороший программист будет, который действительно вы найдете источник взлома, да, кто действительно это взломал, тогда, конечно, вы имеете право доказать и написать заявление. Но на сегодняшний день в соцсети это такая вот система, которая даже... Небезопасна? Да, небезопасна. Я вообще, честно говоря, даже у нас судебная система на сегодняшний день, все онлайн же рассматривается, и это очень сложно даже. И сейчас кому-то предъявлять какие-то обвинения и говорить, например, суду или государство, вы ничего не делаете. Нет, это были огромные деньги, выделенные для развития интернета, соцсетей, миллиарды, там, я вот статистику даже вчера для себя понимала. Для гибербезопасности? Да, вообще вот для безопасности интернета, чтобы не было никаких взломов, это очень сложно контролировать. И над этим люди работают, государство, я думаю, работает. Но если, конечно, вы найдете четко, кто взломал, конкретно установите личность или компанию, да, скажем так. А если человек находится за рубежом, его можно привлечь? В России или в Турции? Привлечь-то, конечно, можно, но это будет очень сложно. Немножко нужно будет хорошо поработать над этим. Потому что вот меня недавно подругу взломали, и мы вели переписку с террористом, я его называла, да, потому что, ну, он взломал и требовал деньги. И мы, там была изначально цена 600 тысяч. В общем, я с помощью переговоров, кстати, рекомендую прочитать книгу «Кремлевские переговоры», смогла снизить до 300 тысяч. Но в итоге моя подруга отказалась перечислять, потому что она говорит «это аферист, он сейчас возьмет деньги и точно ничего не сделает, и все, и как бы инстаграм взломан». То есть, но вот если он дает свою карточку, то есть он дал свою карточку, дал все свои данные, то есть, по идее, мы могли бы, да, через вот Сбербанк найти его? Да, конечно, личность устанавливаете, и, конечно же, вы могли бы на него подать в суд. В любом случае. А где? В международный суд? Да, в международный суд. Именно уточняете, кто это, например, если он находится… В России, да? Да, я судилась, неоднократно у меня есть истки, которые я судилась с российским судом, есть арбитражные суды, которые решают такие же вопросы, и, я думаю, несложно было бы решить, но, конечно же, вопрос времени. Хотите ли вы это? Потому что вы понимаете, что не быстро все решается, это очень долго. У нас в Казахстане, наверное, как и во всем мире, никто не хочет судиться, да? И вообще сам суд – это такой негатив, то есть ты ждешь каких-то очных ставок, да? То есть там допросы и прочее. Во-первых, я скажу так, Динара, у нас сейчас народ любит судиться. Да. Или я сталкиваюсь с этим, они прямо готовы… Бегут с иском? Не бегут даже. Летят? И не с иском, они просто вот хотят вот прям судиться. Вот как мы, например, адвокаты, да, и вообще юриста имеет право до судебного порядка урегулировать вопрос в мировом порядке, заключить соглашение какое-нибудь, медиативное соглашение. У нас есть медиаторы, да, например. Нет. Они наотрез люди соглашаются, и потом еще могут задать такой вопрос. А почему вы мне, адвокат, предлагаете заключить соглашение или медиативное соглашение? Я требую суда. Вот, понимаете? Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что люди не хотят судиться, это для меня очень сложно. Иногда я думаю, нет, этот человек настроен судиться, все, он хочет суда. И вот даже судьи, которые говорят, мы даем вам срок, например, 15 дней для примирения, обратитесь к медиаторам, переговорите со своим адвокатом, вам адвокат разъяснит обстановку, вообще суть. Возможно, вот два адвоката имеют право заключить парсимативное соглашение между двумя адвокатами, называется парсимативное соглашение. Компромисс, да, такой? Да. Нет. Никто не хочет? Никто не хочет. Все хотят идти до конца? Они хотят все идти до конца. А когда проигрывают, разочарование? Ну, в любом случае, одна из сторон должна проиграть. Мы должны на поле боя, как говорится, на войне все средства хороши. И не факт, что все выживут, правильно же? Поэтому кто-то должен принять поражение. Кто-то должен умереть, да? У меня бывает такое, да, и вообще я думаю, что у любого адвоката бывает такое, когда мы выигрываем процесс, например, наша сторона, мой подзащитный доволен, да, мы все выходим в зал и сюда, и с той стороны в отношении меня, например, меня, скажем так, как адвоката, идут такие оскорбления вплоть до седьмого поколения. Я не знаю, как это назвать. Проклятие. Проклятие, вот. Прям накладывают на месте, даже, как говорится, терраспатасом беретов. Ужасно. Та сторона. Поэтому я даже в Инстаграме у себя, в WhatsApp это выкладывала, когда говорили, вот такие вот сложные моменты бывали, и, возможно, у меня уже иммунитет, когда я с улыбкой всем говорю так, апа, успокойтесь, ваш адвокат должен был разъяснить, кто на что вообще имеет право по закону. И просто так нельзя такие слова говорить. Есть люди, которые совершенно не понимают этого. Поэтому... Но вы не злитесь, вы не подаете на них? Ну, у меня уже, наверное, иммунитет на это. Я, если буду посудиться, я, наверное, судиться буду со всем Казахстаном. И у меня даже клиентов не останется. Поэтому я так же, как и вы, наверное, отношусь к тому, что, возможно, человек поймет это когда-нибудь, но если не поймет, это его право. Давайте поговорим с вами о бракоразводных процессах. Я думаю, что это тоже очень интересно, когда люди встречаются, влюбляются, никто не думает о том, как завтра будут делить имущество. И хорошо, если брак распадается осознанно, два взрослых человека принимают решение. Но если это вот драчка, то есть там начинают судиться, оскорблять. И вот мы видим разные истории и в Инстаграм, и в Фейсбуке, когда люди отбирают друг у друга детей, бьют, в общем, какой-то ужас происходит. Вот что вы порекомендуете делать, если ты приходишь к разводу? Во-первых, Динара, я скажу, что это очень глобальная проблема в Казахстане. Очень большая такая. У нас семейный институт развален напрочь. Его вообще не существует, можно так сказать. Потому что я всегда... Меня вообще друзья, которые меня знают, и мое окружение называют акула по бракоразводным процессам. Потому что если ко мне как-нибудь будет у вас время, заходите на кофе ко мне в офис, вы увидите свидетельства о браке, вот корочки, я их собираю, коллекционирую. За последние полгода у меня вот такая вот гора. Вот так вот. И я это всегда выкладываю в Инстаграм. Это не голословно, я говорю, потому что у меня есть, моим словам, доказательства. И в суде очень много фигурирует моя фамилия, когда я представляю интересы по бракоразводным делам. Раздел имущества, определение места жительства детей, лишение родительских прав, взыскание алиментов. Это вообще 99,9 случаев у нас в Казахстане, когда взыскивают алименты. И бракоразводный процесс, я вам скажу так. У нас есть закон о браке и супружестве, где четко прописано. Все, что нажито во время брака, делится на два. Но в любом случае, каждая из сторон, ну, скажем так, на сегодняшний день, мужчина, да, пример возьмем. Он говорит так. У него, например, пятеро-четверо детей. Она никогда не работала, она сидела дома, палец о палец не стукну, и я всю жизнь работал, 20 лет горбатился там, 30 лет работал там, я ей ничего не дам, и вот начинается судебная тяжба. Ну, что делать, например, женщине, которая осталась с пятерми детьми, да, скажем так, ей же нужно куда-то идти. А если при этом еще и применяется физическая сила, женщина напугана до неузнаваемости, которая даже не верит адвокату и говорит, у него же есть деньги, он может вас купить, а если он заплатит больше, чем я заплатила, что я потом буду делать? В данном случае я подхожу не только со стороны, как адвокат, да, вот строго по закону, но и психологическая сторона здесь тоже очень важна. Потому что нужно разъяснить человеку, что необходимо сначала поверить в себя, в свои силы, потом поверить в своего адвоката, к которому вы пришли. Потому что в любом случае, если с клиентом нет контакта, нет доверия, это будет в дальнейшем очень сложно работать. А вы чаще всего защищаете женщин или мужчин? Ну, на сегодняшний день я не могу прямо определять статистику, кто больше подает на развод, мужчины либо женщины. Я скажу так, 50 на 50. Я даже не ошибусь в этом. Ну, вы чаще всего на стороне мужа или жены? Ну, кто ко мне обращается на той стороне? Ну, это кто чаще? Женщины или мужчины? 50 на 50. И женщины, и мужчины. Да, и женщины, и мужчины. Вот всегда удивляйтесь, и мужчина тоже на развод подает? Да, подает. И тоже на раздел имущества? И тоже на раздел имущества. Потому что он остается на улице без, скажем так, жилья. Сколько стоит вообще развод сегодня в Казахстане? На сегодняшний день, ну, разная ситуация может быть. Я вообще начинала свою практику с бесплатных консультаций тем женщинам, которые применялись к физическому насилию, у кого вообще нет средств на существование. Ко мне даже приходили женщины, которые вот так в халате, в тапочках, синяками, и говорили, да, убегали. Мне некуда идти, я вот вывеску увидела, что здесь есть адвокат, и я поняла, что вы девушка, ну, женщина, вы меня, наверное, поймете. И вот так ко мне обращались. Тогда я их бесплатно ввела. Есть даже... Ну, вот сегодня сколько стоят ваши услуги, если вот хочешь развестись и справедливо разделить имущество? Только расторжение брака, вот я сейчас назову свой гонорар, это 70 тысяч тенге, только расторжение брака. Недорого. У меня было раньше и 20, и 30. Это народ не даст соврать, когда будет, например, смотреть интервью, да? Жениться дороже. Жениться? Ну, свадьба дороже. Ну, да. Развод 70 тысяч – это недорого. Во-первых. Поэтому, может быть, все разводятся. Да вот, мы этот вопрос тоже поднимали, потому что у нас госпошлина за развод, расторжение брака – 875 тенге. Вот если, мне кажется, эту госпошлину увеличить и сделать там типа миллион, то, наверное, прежде чем разводиться, люди будут думать. Ну, во-первых, ладно, например, мы сделали миллион, да, если посмотреть с другой стороны. А как быть с теми семьями, где, вот, например, физическое насилие? Домашнее насилие, да. Да, потому что на сегодняшний день я не могу сказать, что я только на стороне женщин. Да, потому что моя практика доказывает, что женщины тоже пренебрегают своим положением и ущемляют права в семье, например, да. А почему вы считаете, что институт брака не существует в Казахстане? Потому что пропало взаимопонимание и взаимоуважение людей друг к другу, вообще, в целом. Не только в семье. И очень много советчиков, даже на работе, вот я замечаю, например, я часто бываю, например, в следственном изоляторе, да, в ИВС, бываю, в правоохранительном органе, на допросе. Там люди сидят, например, три женщины и три мужчины. Я, например, веду допрос одним, например, следователем. Вот для меня сидит, например, мой подзащитный, да. Я слышу за своей спиной, например, мужчина говорит, вот своим домашними вот этими делятся проблемами. И она говорит, например, ой, нафиг она тебе нужна? Вот, вот так сделай или вот так. советует вот женщины, например, я тоже против вот этого, когда на работе, советуют, если у вас... Это опять вопрос к тому, что у нас люди, к сожалению, если у них есть проблема душевная, они делятся не с теми, с кем надо. Они не идут психологу, да, потому что вот психолог, он же из тебя, вот недавно мы с Ай снова записали интервью, и Ая говорит, я на себя беру всю эту боль, да, то есть ты, если у тебя там условно болит рука или нога, ты куда идешь? Ты идешь к врачу. Врач забирает эту боль, да, там, выписывает тебе лекарства, лечит тебя, все, и тело твое в порядке. Вот здесь то же самое, если бы человек шел с душевной проблемой к психологу, а с юридической проблемой к адвокату, и тогда, мне кажется, было бы все замечательно. Ну вот поэтому это интервью, я думаю, изменит сознание многих, кто смотрит сегодня, да, я вот смотрю на Диану, и, честно говоря, удивляюсь, такая хрупкая, молодая, красивая, мама твоих детей, и вы ходите в СИЗО, ИВС, да, в изоляторе, это не сложно психологически? Очень сложно, это очень сложно, и я, например, ну вообще, когда я начинала свою работу, я знала, куда я иду, и на сегодняшний день я пытаюсь сохранить свое женское какое-то, вот, начало, чтобы совсем не, потому что мы все понимаем, кто работает в правоохранительных органах женщины, да, они в любом случае становятся, вот как мужчины, грубые такие, ну, такие, дерзкие, скажем так, я немножко, больше тестостерона, да, я стараюсь сохранить этот баланс, потому что, во-первых, я мама, у меня есть сын, есть дочь, и, во-вторых, у меня есть моя любимая работа и моя мечта, вообще, а какая у вас мечта? У меня была мечта стать известным адвокатом, во-первых, сейчас я стала адвокатом, теперь я хочу стать известным адвокатом, вот, поэтому я иду, и почему я вот только что говорила про баланс, что женщины, и даже в семье, забывают, что она женщина, и что она жена, во-первых, что она мать, и то, что у нее есть муж, когда они на работе, потому что, почему вообще, как говорится, рушится семья, и почему я говорю, что нет вот этого семейного института, потому что здесь не только нужно говорить о том, что мужчина там во всем виноват, да, то, что он применяет физическую силу, или там он, что кричит на нее, или психологическое какое-то давление оказывает, я не буду, возможно, сейчас женщины поднимутся и будут говорить, вот Диана, да, например, нет, я считаю, что каждая женщина в любом случае также должна нести ответственность за то, что она создала эту семью, во-первых, мы понимаем же, что женщина – это тепло, это любовь, да, если сохранять вот эту вот искреннюю теплоту и любовь, я всегда говорю уже, когда ко мне приходит женщина разводиться, говорит, вот, все, например, я разведусь там, а у нее четверо детей, я всегда в первую очередь думаю о детях, я говорю, хорошо, для меня заключить договор, получить свой гонорар и развести вас, это, знаете, проще простого, потому что это моя работа, я свою работу знаю на пять, да, грубо говоря, я и вас разведу, а что вы будете дальше делать с четырьмя детьми? Как вы планируете дальше жить? Ну, жить на алименты, наверное. Ну, скажем так, на сегодняшний день статистика не доказывает, к сожалению, что все алименты оплачиваются добросовестно, потому что многие мужчины, например, работают, да, скажем так. Ну, что вы рекомендуете этой женщине? Не разводиться? Нет, я, например, рекомендую этой женщине всегда обратиться к психологу, к семейному психологу. В первую очередь, самой сначала. То есть вы идете, получается, в ущерб себе, то есть вы же, если их не разводите, то и... Я не работаю ради денег. Я не работаю. В настоящее время я в том положении, которое не работает ради денег. Я этому очень рада. Я достигла того, я считаю, что к этому возрасту я всегда... Почему я даже начинала свою карьеру с бесплатных консультаций, да, бесплатно вела дела, потому что я никогда не нуждалась в финансовой возможности, не была никогда заинтересована в этом. Что я могу сказать этой женщине, когда приходит ко мне подавать на развод? Я в первую очередь говорю, возможно, вам нужно сходить к психологу. Не пожалейте деньги. Вот эти деньги, которые вы хотите заплатить мне, возможно, вы для начала оплатите эти деньги психологу. За 8 лет у меня есть несколько клиентов именно по бракоразводным делам, которые я их вела. Они уходили, то есть вот так вот приходили, подавали на развод, даже мы подавали уже на развод. В ходе судебного заседания приходили к примирению и снова отзывали иск. Они мирились, все хорошо было. К сожалению, через 2-3 года опять возвращаются. Есть даже женщины, которые разводятся, потом умудряются второй раз выйти замуж и второй раз приходить ко мне подавать на развод. А брачные договоры заключаете? Да, сейчас это очень модно. Последние 3 года стало очень модно. То есть это чаще женщины или мужчины? К сожалению, мужчины. Мужчины? Ну почему к сожалению? Это нормально. Приходит мужчина, ну реально, он работал, зарабатывал, да? И он хочет себя тоже как-то обезопасить, наверное. Ну да, наверное. Я сейчас вот если замуж выйду, я брачный договор заключу однозначно. Ну я тоже так говорю. Я тоже так говорю, если я выйду замуж, я заключу. Чтобы быть, во-первых, понимать, да? Где твое, а где твое. Потому что, мне кажется, что это, наверное, и правильно. То есть если ты юридически даже, вы знаете, это как прописать правила, да? Вот правила дорожного движения. Не нарушай, не будет наказания. Нарушишь, будешь наказан. И это же я хочу сказать в отношении, в отношениях в семье. Правила. Должны быть правила. Вот не только в брачном. Из ню-тире 10 миллионов тенге. Хорошо, да? Скажем так. Это тоже можно прописать в брачном договоре. Но вот именно если насчет семейных отношений говорить, в семье нет правил. В основном, какая причина развода, да, скажем так? Переходит на личность, оскорбляет друг друга. И не только друг друга, но и оскорбляет родителей. Самое вот это вот. Начинает вот от твоей родителей. Это не только у нас. Вот сейчас Джижа Хадид, да, разводится со своим мужем. Известная топ-модель, красотка, да, одна из самых востребованных женщин там в мире сейчас. И мужа родителей поругались с ее мамой. То есть это вот не только в Казахстане. Ну, это везде, это по всему миру. Я не говорю только сейчас про Казахстан. Я говорю правила. Если должны быть в семье правила, которые вы имеете право здесь вот поругаться, дойти до какой-то границы, если вы, конечно же, хотите сохранить брак, то вы доходите до этой границы и не перешагиваете ее. Тогда вы можете в дальнейшем смотреть друг другу в глаза и спокойно дальше строить свои семейные отношения. А когда переходит вот эта черта, когда касается родителей, в основном мужчины, вот я говорю, когда мужчины подают на развод, первая у них причина развода, когда я у них спрашиваю, она оскорбила мою маму, или неправильно сделала Салем, ну вот это сейчас, это очень развито. Я всегда говорю, разве вы когда женились на ней, у вас были требования такие? Вы оговаривали это, что она должна именно вот так делать Салем или вот так делать? Или вот так не должна... Такой Салем? Или вот такую Салем? Да, у нас вот сейчас развито же это. На Западе такой Салем, на Юге вот такой Салем, у нас на Севере нет... То есть вы за то, чтобы люди не разводились все-таки, а оставались в браке? Я, да, потому что у меня других дел хватает, и, как говорится, у нас… Не отвлекайте, пожалуйста, Диану от работы, хорошо. Что касается партнерских взаимоотношений, потому что сейчас очень много стартаперов, очень много людей, которые собираются, коллаборируются и делают бизнес, да, и у меня тоже было очень много случаев, когда я помогала людям вообще без договора, да, то есть я просто видела талантливого человека, инвестировала в него деньги, и там лет через пять обычно, ну, иногда раньше, иногда у меня было даже вообще пару месяцев, да, там инвестируешь в человека, покупаешь ему там оборудование, закупаешь ткани, он что-то делает, и ты ждешь, да, как бы фидбэк, но через какое-то время человек говорит, ой, я все, я сам, да, то есть вот как все-таки лучше правильно подходить к этим вопросам? Ну, это упущение, конечно, с юридической точки зрения, это очень важно, это огромные деньги, я считаю, лучше заключить договор и прописать все моменты, даже если у вас у одной из сторон пропадет интерес в дальнейшем работать, то нужно прописать обязательно, чья это была идея, сколько это стоит, и кто кому должен... Сколько денег было вложено, да? Да, кто кому должен возвратить, и на основании данного договора дальше действовать. Конечно же, любой деловой человек сам этим не будет заниматься, но нужно иметь своего юриста, который будет заниматься этими делами, потому что сейчас вообще, почему у нас очень много стало таких проблемных ситуаций, даже дело доходит до уголовного правонарушения, потому что вот складывается сначала на доверии, да, сначала складывается на доверии, а потом эти деньги куда-то бесследно уходят, либо человек бесследно куда-то уходит, или говорит, ну, все как бы... Не получилось, да. Может быть, когда-нибудь, или там, у нас очень модно, когда сейчас очень, ну, как бы люди, деловые мужчины, да, друг с другом, там, друзья, ну, и как бы друзья, скажем так, псевдо, потом я их называю после того, как мы обращаемся в суд, брат, брат, давай какой-нибудь бизнес начинает, и потом... А потом в суде они уже не... А потом уже в суде не братья. Все, а вроде читаешь переписку, доказательственную базу, да, там, брат, я же сказал, там... А в долг как давать? Под расписку или нотариально заверять? Ну, у меня в практике было, когда я признала договор займа недействительным, да. С тех пор я всегда говорю всем, давайте лучше расписку, либо берите расписку. Вот если вы, гражданин кому-то занял деньги, там, 500 тысяч деньги, подружки, да, скажем так, возьми расписку, я их... А что, расписка лучше, чем договор займа? Ну, расписка, это, во-первых, 272-я статья Гражданского процессуального кодекса, обязательство, которое должно быть выплачено в установленный срок. Расписка написана должна быть собственноручна, то есть тот человек, который взял деньги, пишет перед его глазами данную расписку собственноручна. А договор займа чем хуже? Ну, договор займа, во-первых, очень много нюансов, когда у нотариуса сидишь, например, двое человек договорились, например, 7 миллионов передать, да, передали друг другу там, где-то в кафе, а нотариус-то этого не видел. И нотариус это прописывает, передача денег состоялась до заключения и подписания данного договора. А потом умный адвокат приходит и говорит нотариусу, а вы видели, что деньги передавали? Нет, ну, значит... Вот видите, сколько нюансов, да, которых мы с вами не знаем, но благодаря Диане сегодня просто бывает же это расширение, так сказать... Спасибо большое. Расширение сознания, действительно. Я вот сейчас задумывалась о том, что я хочу с вами работать, и чтобы вы были в моей телефонной книжке, чтобы я могла по любым поводам с вами консультироваться, потому что у меня есть юрист, который в основном такие договора там с рекламодательными, с партнерами, да, заключает. Вот авторские права я бы хотела с вами еще обсудить, потому что сейчас очень много различных тендеров, и я знаю, что вот мои коллеги и венщики подают, допустим, там какую-то идею крутую, да, подают на тендер, и затем эту идею реализовывает кто-то другой. Ну, самое главное, идею нужно запатентовать. Но патент это долго. Ну, во-первых, долго. Для любого юриста и любого специалиста это недолго. Если любой человек обратится к специалисту, чтобы запатентовать свою идею, нужно обратиться и действительно все делать в рамках закона. Если у вас будет патент на данную идею, пожалуйста, смело, как говорится. То есть все свои идеи патентовать и только потом участвовать в каких-то тендерах? Конечно, потому что на сегодняшний день, да, у меня даже есть контракт на сегодняшний день зарубежной компании, я скоро буду судиться, который, да. Убрали чужую идею? Чужую идею нашего простого гражданина, ну, вообще сельский человек, который гениальную там архитектуру запланировал, как говорится, нарисовал там, эскиз набросал. К моему удивлению, у него есть все документы. В то время, это еще в восьмом-девятом году. А кто-то использовал именно прямо его идею? Прямо, прямо в точности в точности забрали данную идею и при этом сказали, ну, мы тебе дадим, там, сколько ты хочешь. И это, знаете, всего лишь 0,001% того, что он хочет и вообще на что он имеет право. А он запатентовал свою идею? Да, у него все документы есть. Вот, друзья мои, еще одна важная рекомендация от Дианы, что нужно патентовать свои идеи. Сегодня с нами была Диана Исабекова. Как сказала Диана, незнание законов не освобождает вас от ответственности. Поэтому, друзья мои, читайте законы, обращайтесь к юристам, а лучше всего имейте своего адвоката.